Возле парк-арены городского парка Ривьера сотни детей и их родителей. Около 800 человек пригласила сюда городская общественная организация Лига женщин Муздобра. Для гостей специальный показ шоу «Свадьба в Малиновках». Казачий колорит и казачью удаль артисты демонстрируют с помощью опасных экстремальных трюков с саблями, копьями и даже огнем. Собираться в преддверии учебного года большой кампании для Лиги женщин Муздобра уже давно стала традицией. На этот раз повод более чем приятный – вручение школьной формы. Комплекты одежды дети из малообеспеченных многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили абсолютно бесплатно. Кстати, деньги на школьную форму Лига женщин собрала на аукционе. Меценаты покупали произведения российских художников. Каждый понимал, приобретая картину, он делает доброе дело. Помогли и сочинские единороссы. Мы вынуждены были провести еще дополнительный аукцион, где участвовали наши меценаты, доброжелатели, которые хотят всегда помочь и быть рядом. Здесь присутствуют детки 800 человек. А вообще в этом году вручается 1200 форм. Кстати, форму для детей сшили по заранее снятым индивидуальным меркам – того фасона, который разработан в каждой отдельной школе. Его дети демонстрировали, выходя получать комплекты одежды и для своих одноклассников. Еще один подарок в виде материальной помощи сегодня получила Ирина Волощук. После смерти дочери на ней трое внуков. Недавно в дом снова постучалась беда. Старшая внучка попала в аварию. Трагическая история не могла не тронуть Лигу женщин. У меня внучка попала в аварию, 18 лет, лежит в коме. И вот сейчас они нам помогают, уколы надо делать, которые расслабляют руки и ноги. Хочу от всей души поблагодарить Лигу женщин, которую возглавляет Елена Николаевна Пахомова. Это доброй души человек. Сегодня Лига женщин вручила 800 комплектов школьной формы, еще 400, а в самом конце августа получат школьники из Адлерского района. Такую акцию общественная организация проводит уже шестой год подряд. Кроме того, поддержку Лиги женщин получают творческие коллективы, городские больницы. Работа не останавливается ни на минуту. Как рассказала Елена Пахомова, организация уже сейчас занимается подарками для детей к Новому году.